Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно сделать эффект голограммы, которая движется вокруг объекта. Выглядеть это может вот так, или вот так, или, например, вот так. Ну что же, давайте начнем. Работать мы сегодня будем вот с таким видео, где камера пролетает по направлению к небоскребу. Переходим во Fusion. И первое, что нам понадобится, это картинка, которая и будет голограммой. Я скачал вот такую картинку. Что нам понадобится? Для начала background. И давайте сделаем его не в Full HD, а меньше, потому что Full HD не имеет смысла в данном случае. По ширине я сделаю 1000 пикселей и по высоте 500. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Дальше. После ноды MediaIn 2 давайте добавим ноду Transform. И сразу же после нее ноду Duplicate. В ноде Duplicate оставляем две копии. Это то, что нам и нужно. И выход ноды Duplicate тянем к выходу ноды Background. И давайте теперь изображение из ноды Merge 1 выведем в левый viewer. Закроем пока MediaPool. Он нам не нужен. Дальше. Делаем background прозрачным. Убираем альфа. Теперь. В ноде Transform давайте сделаем поменьше картинку, потому что сейчас она слишком большая. Я думаю, где-то вот так. И сместим ее так, чтобы она занимала центр левой половины нашего бэкграунда. Теперь в ноде Duplicate в параметре центр отодвигаем копию так, чтобы она занимала примерно середину правой части. Пусть будет так. И вот у нас в принципе готова основа голограммы. Теперь. Так как эта голограмма будет вертеться вокруг небоскреба, ее нужно натянуть на 3D фигуру, которая будет в общем-то вращаться. Лучшим выбором в данном случае, как по мне, является цилиндр. Поэтому давайте возьмем ноду Shape 3D. Выберем тип Cylinder. И перетянем выход ноды Merge к цилиндру. Давайте выведем цилиндр в левый вьювер. И вот что мы увидим. Уже в принципе наше изображение оказывается на самом цилиндре. Теперь. Эта конструкция нам пока не нужна. Давайте ее отодвинем, чтобы она нам не мешала. Для тех, у кого DaVinci Studio, вы можете воспользоваться Magic Mask. Я же воспользуюсь нодой Polygon для того, чтобы выделить небоскреб. Чтобы показать, как работать именно в бесплатной версии DaVinci. Но перед тем, как использовать ноду Polygon, нам понадобится нода MateControl. Давайте подключим выход ноды MediaIn в MateControl. Выделим ноду Polygon. Пока ее не будем подключать. Выведем содержимое ноды MateControl в левый вьювер. И при выделенной ноде Polygon давайте обрисуем наш небоскреб. Но сначала перейдем в нулевой кадр, для того, чтобы легче было анимировать потом маску, так как у нас есть движение в кадре. Вот так, я думаю, достаточно. Сверху и снизу какая-то точность не нужна, потому что голограмма у нас будет крутиться где-то вот в этой области. И она не будет затрагивать верхушку и самый низ здания. Теперь берем выход ноды Polygon, зажимаем Alt и тянем к ноде MateControl. У нас появляется список доступных входов ноды MateControl. Выбираем GarbageMate и у нас пропадает небоскреб. Для того, чтобы вернуть его на место, в ноде Polygon нажимаем Invert. И таким образом инвертируем маску. Теперь мы получили именно то, что нам нужно. Дальше, нам нужно перевести все это дело в 3D пространство. Для этого мы берем ноду ImagePlane и выход ноды MateControl подключаем к ImagePlane в зеленый вход. Выводим ImagePlane в левый вьювер. Если приблизим, то увидим, в общем-то, наш полигон. Увидим наш небоскреб. Дальше, подключаем ноду Render3D и берем ноду обычный Merge и подключаем между MediaInn и MediaOut. Теперь подключаем к этому выход ноды Render3D. Теперь, смотрите, если приблизить, вот у нас небоскреб накладывается сам на себя. Теперь, для того, чтобы это исправить, выделяем ноду ImagePlane 3D, переходим в Transform и здесь увеличиваем размер небоскреба до тех пор, пока он не совпадет. Экспериментальным путем я выяснил, что здесь нужно значение 3. И получается практически ровно. Вот так, немножко меньше. Давайте добавим ко всему этому нашу голограмму. Для этого выход ноды Shape3D1 перетягиваем к выходу ноды ImagePlane. И давайте выведем в левый вьювер содержимое ноды Merge3D. Мы увидим вот такую конструкцию. Смотрите, размер небоскреба у нас уже такой, как надо. Соответственно, нам нужно уменьшить размер голограммы. Поэтому выделяем цилиндр, переходим в Transform и уменьшаем. Можно его поднять. Ну, я думаю, вот так будет смотреться хорошо. Дальше. Теперь давайте сделаем так, чтобы голограмма была отчасти прозрачной, а также немного светилась. Для этого после ноды Render3D добавим ноду Glow. Смотрите, если отключить ноду Glow, то видно, что у нас светится еще и здание. Потому что в ноде Render3D у нас не только голограмма, но и, в общем-то, сам небоскреб. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта, после ноды MateControl давайте добавим ноду ColorCorrector. И в ней уберем гейн в ноль. Таким образом, здание у нас станет полностью черным. А в ноде Merge 2 Apply Mode переключим с Normal на Screen. Таким образом, у нас все черное станет прозрачным. И таким образом мы получим и полупрозрачную голограмму, и, в общем-то, уберем черное здание. Теперь последнее, что нам здесь остается, это анимировать вращение. Давайте перейдем в нулевый кадр. Выберем Cylinder. Поставим ключевой кадр напротив Rotation по оси Y. Перейдем в последний кадр и поставим, ну, допустим, 360 градусов. Пусть будет один оборот на протяжении всей анимации. Ну и если вы хотите чуть-чуть разнообразить этот эффект, не просто вращающаяся голограмма, вы можете перейти в эффекты, в Templates. И, по-моему, даже в бесплатной версии есть такой эффект, как Digital Glitch. Это стандартный эффект от DaVinci. Подключаете его сразу же после Media In. И, таким образом, голограмма будет еще и с такими цифровыми глюками. Но это, опять же, не обязательно. А теперь, друзья, давайте перейдем на вкладку Edit. Дождемся, пока композиция закэшируется, и посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, друзья, как по мне, результат замечательный. Надеюсь, это видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok